Понаблюдаем сегодня за битвой двух спиритов, это Эмбер против Вайда, наверное мое самое любимое противостояние, за которым я люблю наблюдать именно на центральной линии и сами игроки тоже не менее хороши. Мы будем смотреть за Эмбером, потому что за Вайдом мы смотрели в позапрошлом ролике, тоже если вдруг не видели, ознакомьтесь, и сегодня у нас это Ори, я думаю вы знаете его, 70 ранг играет против игрока 3 ранга, это проигрок с никнеймом Мак. Может быть вы о нем слышали, может быть нет, в любом случае скилл у него реально высокий, его ранг это подтверждает. Начальный закуп у нас это 2 айрон бренча, танго, нет, было 3 айрон бренча, один он уже видимо съел топорик и фэри файр. У Эмбера теперь есть врожденная способность, это флейм гуард, который вам дается на первом уровне даже без прокачки, и выбрал он аспект, который дает бонус к фисту. Когда этой способностью попали хотя бы по 2 врагам, герой атакует ближайшего из них еще раз, но урон от 2 атаки уменьшается на 40%. Также у нас сверху будет стоять Дум с Баратрумом против Зевса и Гирокоптера, снизу Феникс с Тинни, Кэрри Тинни против Кунки и Шадо Шамана. Так, возвращаемся на центральную линию и что мы видим? По крипам 8 на 1 в то время, когда Войт Спирит имеет 9 на 4. Начинают неплохо размениваться по ХП, уже проблемы, как будто бы Войт Спиритон чуть не отлетел, но у Эмбера там не сильно больше ХП остается. В любом случае у них есть заряды ботла, 2 минута и нужно быстрее бежать, чтобы забрать руны воды, потому что, учитывая как они размениваются, расход ресурсов у них получается очень немаленький. Вот, Эмбер забрали руны, возвращаются снова к крипам и пока мне нравится линия максимально зеркальная, именно по их мувам и в целом по тому, как сейчас идет игра. Тем временем, Дайр, 2 килла сделали, уже 3 килла и Рейдиант прямо сейчас свой первый килл оформляют, убивая Гирокоптера. Так, я посмотрел на ранги двух игроков, давайте взглянем еще и на остальных. У нас здесь 6-е, 100-е, 100-е, 30-е, 70-е, 3-е, 100-е, 300-е и 9-е. Здесь высоченный средний рейтинг, я думаю, что там больше 12 тысяч ММР, ну потому что столько высокоранговых игроков редко попадаются друг с другом. Это прям отборные игры, ну надеюсь, что по интересу игра будет соответствовать их рангам. Четвертый уровень, физ 2, флеймгуард в 2. Ну и до сих пор по гриппам ничего не меняется. Давайте теперь посмотрим по статистике. Сейчас винрейт Эмбера 47,3%. Это не очень много, например, Войт Спирит сильно выше винрейт имеет, он там за 50% заходит. Ну у Эмбера пока что как-то так. В любом случае, за последнее время это, наверное, рекордный показатель. Барраб прилетел, дали стан и урона как раз хватило, чтобы с физта аккуратно добить. Хорошее такое начало, наконец-то сдвинулись с мертвой точки и у Эмбера появилось преимущество, потому что до этого стояли, как я и говорил, зеркально. Апнутый стик, летит курьер, сейчас посмотрим, что он ему привезет. Тинни ворвался по гриппам. Сейчас 24 на 5. Прилетает нул талисман, хорошо. Барраб тем временем убивает Раста и тем самым сравнивает. Счет 4-4. Следующий предмет это Фейзэй. Сейчас на очереди. Летит на помощь Братрум. Ставит Центриакт, сразу разгон. Но здесь нету какой-то цели сделать фраг. Потому что слишком он нагло вышел, просто поставил вот вард и должен снять. Может, кстати, и не снимет. Видим, тут принимает Зевс. Раста подошла. Но размен на Центриакт он сам отдается. Это, конечно, не очень хорошо вышло. Но он не ожидал, что здесь столько героев вражеских окажется. Так, есть когти уже. Видим, что каждый предмет он быстренько себе привозит. То есть не копит там предметы в курьере, чтобы сразу что-то себе фуловое, собранное привезти. Это не имеет смысла. Нужно сразу как можно быстрее получать себе дополнительные статы. Насколько это вообще возможно. Прожал Флейм Гвард. Пушит линию. Тем самым харасит еще и Вайда. И Бара снова здесь. Как же они его зажимают. Но видим, что в прошлый раз, например, это им пошло в минус. То, что их зажали. То, что они попытались зажать. Их в итоге, наоборот, приняли Дайра. В частности, Баратрума. Все, теперь Эмбер становится таким, можно сказать, неуловимым. Хотя, если сейчас он попадет под сетку, потом под Хекс, то его заберут. Но с ремнантами шанс нафидить сильно понижается. Главное, эти ремнанты не забывать раскидывать в саевовые места. Так, вот Эмбер, например, прилетел наверх. И идет помогать. Потому что здесь два в два дерутся. И благодаря Эмберу как раз они... Войт тоже уже здесь. И, наверное, он об этом пожалеет. Потому что сейчас пару ударов остается по нему сделать. Феникс специально, кстати, на себя забайсил, чтобы Эмбер смог пройти насквозь. И убивают его тоже. Очень хорошо. Видим, что, несмотря на 3 в 4, все равно большой плюс по голде. 2 800 и 2 400 опыта. У Дайр сильно меньше награда. Ставит ремнант. Делает... Отменил тэпаут. Он увидел, что есть потенциал фрага на гирокоптере. Плюс нужно помочь. Так, здесь икунка прилетел. Надеюсь, что он еще не пожалеет о том, что решил вписаться. Ну, гира убили, но потеряли дума. И, да, пожалел определенно. Нужно было просто улететь. Слишком много внимания они привлекли в прошлый раз. Туда просто стянулись все. И Рейдиант не успели восстановиться. Поэтому драка проиграна. Плюс драться под вышкой слишком себе в минус. Делаем вывод, что, ну, если вы драку выиграли, все, можно отходить. Нет смысла там оставаться. Пытаться еще раз забрать по второму кругу на врагов. ТП-шка в кулдауне. Поэтому он просто бежит в мид. Тут Феникс уже пропушил. Забрал крипов. И Эмбер много времени теряет. И вообще по крипстату 37 на 5. Ну, воет, например, 42. Главный вопрос, что по ценности он снова прилетел наверх. Игнорировать эту драку сложно. Тут 7. Добил он Расту. Влетает в Кунку. Кунка дает корабль. Но под него... Хотел... Да, никто не подставляется. Вроде как. Уже минус 3, но не без потерь. Зевса тоже догоняют. Сфиста забирает. И Войт последний остается. Очень много киллов для 9 минуты сделано в этой игре. Что не может не радовать. Но Войта пробить сложно, поэтому... Единственное, он и уходит. Кто в плюсе из этой драки? Наверное, Рейдинг. Сейчас прогрузятся итоги. Я вот вижу у них преимущество небольшое. Тысяча золота. А столько киллов? Да, видим 1900 против 800. 2 в 4. Эмбер фармит лес. Ну и взглянем на ценность, чтобы вообще понять, у кого дела реально идут лучше. Дум на первом месте. Дальше идет Тинни. 4 800. И сравним мидеров. 4 600 Эмбер. Которого сейчас могут забрать. Но его хорошо хилит Феникс. Заизал Стики. Живет и даже готов драться дальше. Но малых по 200 всего остается. Забрал Кунку. Выжили. Выживают. И будет идти на базу хилиться. Теперь у него 5 100. А Войт 400. Ровно на 1000. Впереди. Впечатает счет Эмбера 5 1 5. Войт имеет 2 2 1. Поэтому и неудивительно, что вот эта 1000 голды у них есть разница. Даже по ощущениям должно было быть побольше. Ну смотря на именно счета их. Снова в мид. Но он не стоит АФК. Он присутствует вообще везде, где ему нужно присутствовать. Смоук. Прожимают вдвоем они. В миду никого нету. Появляется Зевс. Шестой уровень у него. Эмбер 9. Зевс как будто прям хочет на себя забайтить. Но Радиант не идут под Тауэр. Да и правильно делают. Этот фраг того не стоит. Рисков, которые могут быть. Снова все стягиваются наверх. И Эмбер тоже идет туда. Ну вот с Функой встретились. Эмбер под руной считает. Ему дает очень хорошее преимущество сейчас. Здесь ей не подходит. Дает Эвиленч. Но сюда еще и корабль влетел. Эмбер его... В Эмбера он не попал. Сейчас очень хороший чейн может быть. Но нет. По-двоему не вышло. Только Раст он цепляет. Фист. Хорошо. Добивает. Убивают Зевса. Идут за Т2. Сжигают Эмбера. Ой, не Эммера. Война. Эммер живет. И Эммер сам всех здесь сжигает. Так, 20 кп остается. Но Кунка сейчас его через Тайбрингер... А, ну либо так. Мне кажется, что не обязательно было выкупаться Зевсу. Ну либо он очень хотел его добить. Кунка бы и так его забрал. Ну ладно. 2 200 против 1400. Несмотря на байбэк. 3 в 4 размен. Все равно сильно плюсовой для Рейзиант. Каждый файт и каждый плюс. По опыту тоже 5 уровней они ведут. У них сейчас 66% вероятность победы. Так, что после Мэл Шторма? Пока не добавляет ничего в кикбай. Получил 10 уровень. Талант не прокачивает. Вместо этого максит обычные способности. Так, прям из-под носа Войт ворует волшебство у Эмбера, за которым он прилетел. И здесь очень хороший контроль от Раста был. Плюс дополнительный урон от Кунки. Ну и забрали его. Что-то на него пошла череда фида. Начало было очень нехорошее для Эмбера. Сейчас же достаточно сильно он подфидил. И вот вероятность победы уже 55%. Разница 1 минута. По нейтралке Эбром Хэндл. Скоро уже будут 2 уровня. Так же я еще не сказал, но я думаю вы уже заметили, да, что Орио это грандмастер Эмбера. Его много игр, но это сигнатурный герой. Поэтому, собственно, Орио мы и выбрали для просмотра. Так, Дум на Гира. Дзевс льтует, в него Бара влетает. Феникс дожигает. Сжигает герокоптера. Зевс в кустах стоит и пау делает, улетает. Его уже не забрать. Так, Бара. Влетает в Расту, притом который был в Тосе, если я не ошибся. В полете. Минус 2. Только файт закончился, Эмбер прилетел в мид, забрал пачку. Иллюзии подбирает. Надо бы поломать вышки, пока только одну спушили. Хотя, вся карта, по ощущениям, под их контролем, снова Зевса забрали. Пошли прокасты уже от Гира. Корабль в тени. Войт делает двойное убийство. И минус Гира. Забрали Кунку. Но, чисто змейки докусали Эмбер Спирита. Драка на этом не останавливается. Тинни хочет добить. Тут еще и Дум. Он тоже может, например, Расту добить. Но я думаю, он выберет вариант просто убежать и засейвиться. Нежели чем пытаться... ...еще кого-то вылавливать. По преимуществу они себе снова восстановили. Те 6000, которые у них и так были. Так, уже скоро будет Кая у Эмбера. Далее Сэндж. Ну, по-видиму, по билду. Все осталось прежним образом. Ничего кардинально нового нету. По прокачке тоже. Так, Бару потеряли. Невидимость. Там идет Драка дальше. Надо идти помогать. Как раз не будут ожидать. В инвиде Эмбера увидеть. Он сразу с Фиста залетел. Видит, что легко можно добить Зевса. Зевс еще и без маны. От него никакого толку. Он в тени. Скорее всего, змейки добивают. Так и есть. Феникс выжигает. Раз, то один Фист, чтобы его добить. А Эмбер его, видимо, не видит. Так бы прыгнул туда и сделал килл. Есть, Кайл. Есть, Кайл. Барра полетел. Соло. На Расту. Найдет он его, добьет. Нет, хороший байт получился. Ну и реакция тиммейтов. Силы тьмы тоже. Помогла выжить Расте. Сделать фраг. Так, Грау Боу у нас на втором уровне. 75. Дальность атаки. Но это никак Эмберу не дает. Но зато, то что атаки снижают сопротивление магии жертвы на 15%. И плюс скорость к атаке. Это очень приятно на Эмбере. Поэтому смело выбирайте. Даже на ближника. В этом нет ничего такого. Так, есть Дум на Кунку. Эмбер. Помогать. Догорит. Ну, теперь точно догорит. Еще и Зевса. Оформили. И теперь можно ломать. И я думаю, надо идти забирать Рошана. Как раз нету Дайер героев. Они идут на Терзателя. Ну, можно и Терзателя. Почему бы и нет. Стянулись Дайер все сюда. Принимают Драку. И сейвят вышку. Раз ты только поставил змеек. Его сразу же вынесли. Войда постигла такая же судьба. Добивают змеек. Хороший тоже, на самом деле. Такая подкормка. Чисто по 30 голды из каждого. Как за фраг саппорта получаешь. Кушать. Ну, не идут они. Куда они идут? Просто отходят. Закупаться. И кому надо восстанавливать Ресы. Наконец-то собрана Кай Асенш. Довольно много изменений она получила. Больше не увеличивает сопротивление эффектом на 25%. Теперь дает плюс 25% к сопротивлению замедления. И также дает плюс 25% к уменьшению расхода и потери маны. Из-за того, что у нас Эмбер очень много бегает. Участвует во всех возможных киллах. Мы видим, что у него по голде, по опыту не прям супер. Да, то есть немного как будто бы темп снижен. Но в целом это ему здесь никак не мешает. А вот то, что его приняли сейчас и выдали, пожалуйста, весь прокаст возможный. Это, конечно, больно. Разбили яйцо. Я думаю, здесь и Тинни достанется. Войд под думом. Кунку забрали. Нет, Тинни выживает. Хорошая Эвеланч. Добивают. И Расту тоже. Даже в таком случае, когда вначале они потеряли двоих героев, все равно смогли разменяться себе в плюс, забрав потом четверых. Ну что, дальше Аганим и Шард и Скипитера. Хочет он собирать. 15 уровень. Правый талант берет. Плюс 100% к урону в секунду от Флейм Гуарда. Забрали Геракоптера. Первая смерть у Рейдиант. Это Эмбер подставился. Крест на Тинни. Хекс. Подняли. Прожимает БКБшку. Начинает накидывать тычки. Цепляет кунку через Эвеланч. Толсает. Еще. Еще пару ударов. Кидает дерево, но. Он поднял себя в Еул. Засейвил. А есть ли где-то здесь ремнанты Эмбера? Ну, вроде нету. В случае чего мог бы Байбэкнесса прилететь, но нет такой необходимости справились. В любом случае в плюс. А вот Эмбер арестнулся. Летит в мид. Радиант. RADIANT. Радиант. первое за долгое время удачная драка для селсмы собрали тени дума потеряли кунку 2 600 за 2 фрага очень не слабо почему-то никто рошана не хочет забирать же 26 минута рошан на него даже никто не выходил сейчас как раз рейдинда искан наверх но нету там никого почему-то не интересен этот рошан никому хотя у рейдин была возможность его забрать просто не воспользовались так все стягиваются вниз и здесь сдает ультимейт сразу видит всех но это им не особо помогает потому что после ты зевса рейдин сами в них прыгнули и теперь ему остается только убегать гирокоптеру сбили тп шкум его добивает ори где там кунка его тоже нашли и тоже забрали снова хорошая драка для рейдин 3 300 уже там скоро и бкбшка будет может быть без нее будет дальше играть можно взять например линку а либо даже хотя нет от линки здесь мало толку не так много направленных способностей третий нейтралков клоков флеймс короче как будто бы он и так живет нет все-таки бкб но мне здесь больше хотелось бы видеть сейчас уже агоним дом выслеживает зевса в итоге даже не пришло не пришлось выслеживать он догорел наконец-то идут на рошана сверху непонятно где дайр их вообще не видно я думаю они понимают что рейдин сейчас бьют у рошана и может захотят сейчас туда ворваться даже дают скан чтобы удостовериться в этом так а вот они все центре тем временем рейдиант забрали а рошу а егас получает тени а тут начинается драка забрали раз то резается зевс но может только ультануть что он и делает сразу как только появляется но это не помогает потому что убивают кунку расту гира и будет спирит это минус 4 потеряли двоих героев будут идти ломать с за сейвить разаде фит здесь будет не в состоянии будут либо байбэки ну либо минус сторона уже после появления бкбшки будет доваривать огонь глиф но видимо что не уходят они на арбай не жмут мид значит будут отдавать и пишет воет агэгэ энд тени пишет лог и что тени идет будет заканчивать но он тут один остался я не знаю почему ему не помогают двадцать восемь тысяч ведут уже рейдин да не шанс победы супер высоки и как будто бы они и вправду не дефают такие моменты я жму x2 скорость чтобы посмотреть да видим просто ломают хорошая игра мне очень понравилось сколько здесь было экшена мы буквально ни на минуту не заскучали ну и в этой битве спиритов эмбер оказался сильнее даже несмотря на то что вайда ранг намного выше большое спасибо всем за просмотр давайте на таблицу итоговую взглянем многим это интересно у нас здесь 17 200 нетворс не так уж и много дам 580 золоту минуту 750 опыта 31000 его прокачка график спасибо за просмотр всем пока